После последнего релиза Федрезерва, ну можно было воспринять по-разному, у кого какая стратегия инвестиционная, тот так и понимал, что заявил регулятор. При этом действительно Бернанке завтра может что-то сказать, да? Но ведь Николай может и ничего не сказать. Точнее он будет выступать два с половиной часа, он будет великолепно поставленным голосом, великолепно поставленная речь ни о чем. Ну дело в том, что даже если он будет говорить ни о чем, то всегда найдутся определенные комментаторы, которые интерпретируют его речь ни о чем в ту или иную другую сторону, потому что у них работа такая. А по всей видимости, если он скажет мало значимых вещей, то все равно оптимизм некий сохранится, да? Но вот в начале ноября, наверное, это уже более какая-то знаковая точка может быть для рынка. Такова позиция Николая Подгузова. Павел, что вы скажете? Ну в целом, наверное, можно согласиться. Единственное, что я, наверное, пожалуй, не жду каких-то сюрпризов от завтрашнего выступления Бернанки, хотя бы потому что... Аналогично. Но такого рода решения принимаются всегда коллективно, и Бернанки один тут не может ничего решить и поэтому не может ничего озвучить. Единственное, что он может сделать, так это повторить мысли, содержавшиеся в недавней стенограмме к последнему заседанию ФРС, а именно то, что сейчас уровень инфляции недопустимо низок с точки зрения двойного мандата Федерального резерва, то есть это поддержание ценовой стабильности при максимальной занятости, и поэтому потребуются другие меры в такой ситуации для поддержания экономики. Но вот этого уже инвесторам мало, им нужны конкретные цифры, я боюсь, что конкретные цифры им нужны не абы какие, а достаточно масштабные. Судя по тому ралли, что произошло практически повсеместно, инвесторы ожидают, что ФРС заявит программу скупкой не просто 100 или 300 миллиардов долларов, а что-то, наверное, ближе к триллиону в загажнике ФРС. — 100 — мало, триллион — очень много. Где-то посередине надо искать. — Ну тут может быть и другой подход, то есть подход выделения этих средств по мере достижения или недостижения каких-то целей, то есть он был в свое время озвучен журналистами Wall Street Journal, возможно, они скажут, что на такой-то период выделяется 100 миллиардов в месяц или 50 миллиардов в месяц, а там посмотрим. — В любом случае, я думаю, что основная цель ФРС — это сделать комментарий, который не разочарует рынки. — Которые уже отыграли релиз, который был выпущен сразу после заседания. — На самом деле я не уверен в этом, потому что незадача ФРС — чесать за ухом спекулянтов на самом деле. И уже изрядное количество специалистов и даже внутри ФРС указывают на то, что нынешняя сверхликвидность, она создает повышательное ценовое давление во многих активах и способствует так называемому надуванию пузырей. — Да, пока официальная позиция ФРС — не реагировать на изменение цен на активы до тех пор, пока это не влияет непосредственно на инфляцию. Но в то же самое время, если есть возможность каким-то словесным комментариям немножко потушить избыточный оптимизм, то, наверное, это можно сделать. Ну и тем более, что в данном случае никаких особых усилий не надо, достаточно просто сделать взвешенный комментарий. И единственное, что, на мой взгляд, могло бы стать позитивным сюрпризом, которое могло бы предотвратить ту фиксацию прибыли и на товарных рынках, и, возможно, по курсу доллара, и, возможно, в активах развивающихся стран, — это объявление о том, что ФРС переходит к некому новому механизму таргетирования, ну, целеполагания, скажем, например, к так называемому таргетированию уровня цен. То есть это не совсем то же самое, что таргетирование инфляции, не надо путать. Отличие в том, что таргетирование инфляции, если в рамках таргетирования инфляции центральный банк добивается, чтобы инфляция выходила на какой-то целевой уровень, то в рамках таргетирования уровня цен регулятор добивается того, чтобы цены росли в год не менее, чем на какую-то величину, скажем, на процент или на два. И если в какой-то год идет недобор, то в рамках, если бы это инфляционного таргетирования было, то регулятор удовольствовался бы все равно каким-то выходом на целевые показатели, то в рамках таргетирования цен регулятор бы позволял более высокой инфляции, чтобы компенсировать недобор в предыдущий год. Но так как в этом году, очевидно, недобор по инфляции будет, и если ФРС вдруг заявит, что они переходят именно к таргетированию цен, то может означать, что на следующий год они установят в качестве планки по инфляции 3-4%. В принципе, если посмотреть ранние выступления Бернанке, в частности, 90-х годов, это как раз один из тех рецептов, которые Бернанке, будучи профессором Принстонского университета, рекомендовал Банку Японии. Но, конечно, Бернанке образца, нынешние Бернанке образца 20-летней давности, это, наверное, два разных человека с разным опытом, с разной ответственностью, но, тем не менее, в ФРС есть еще чем удивить рынки, вопрос только станет ли она не это, станет ли Федеральная резервная система это делать. Но вы склоняетесь к этому, Павел, да? Допускаете, скажем так. Допускаю, но, наверное, все-таки не в этот раз. В этот раз, мне кажется, наиболее вероятна какая-то умеренная программа количественного смягчения и какая-то коррекция фронтального рынка. Мы на полтриллиона с вами и сойдемся, и так вы увидите. Ну, вот я говорю, что, на мой взгляд, цифры это чисто психологический вариант, да, потому что даже объявив там любую заоблачную цифру, можно там через какое-то время выйти и сказать, цели достигнуты, мы сворачиваем программу, ничего страшного, если мы ее там недоиспользовали, да. Мне кажется, что, ну, инфляция была четко сказана, что в настоящий момент не беспокоит, и такое ощущение, что она не будет не беспокоить еще там достаточно долгое время с учетом той очень невнятной динамики, которую демонстрирует там американская экономика. А что, как бы, может беспокоить, это уровень ставок, да, долгосрочных. Собственно говоря, об этом уже было сказано, потому что, вот если сейчас посмотреть на длинные ставки, там, например, там по каким-нибудь 30-летним казначейским обязательствам, да, то это уже там где-то там район 4, там 3,84%, да, и здесь вот, а, соответственно, эти ставки, они влияют на, как бы, уровень, доходности по ипотечным облигациям, соответственно, как бы, через этот механизм и страдает, там, допустим, рынок жилья или находится в не очень хорошей форме. То есть для стимулирования рынка жилья, возможно, нужны более низкие долгосрочные ставки. Ну, вот, как сделать так, чтобы ставки там, допустим, не повышались, да, а лучше бы там чуть-чуть снижались? Прямые покупки, да, но тут еще, как бы, нужно понимать, что если вдруг в какой-то момент рынок перестанет верить в устойчивость, там, политики американского федерального резерва, то может пострадать очень сильно доллар, да, и тут уже на кону доллар, как резервная валюта. Я не уверен, что это произойдет в ближайшие там годы, да, но, в общем, такой вариант развития ситуации тоже должен учитываться ФРС, поэтому здесь вот нужен какое-то сломоновое решение с точки зрения программы количественного смягчения. Вот, пожалуй, отчасти соглашусь с коллегой. Действительно, что касается именно сломонового решения в области количественного смягчения, да, тут играет роль тот фактор, что США не Япония, то есть Япония — это страна с профицитным счетом текущих операций, она не нуждается в постоянном притоке капитала, поэтому, в общем-то, Япония может печатать столько йен, сколько хочет, и не заботясь о том, как это будет смотреться в глазах иностранных инвесторов. Ну, потом, японская экономика 90-х и мировая экономика 90-х — это не японская экономика и мировая экономика нынешних лет. Штаты — это страна с дефицитным счетом текущих операций, им нужен постоянный приток капитала, чтобы балансировать экономику. Соответственно, печатая деньги, как правильно отметил коллега, штатам всегда приходится оглядываться на то, что подумают в мире инвесторы. С другой стороны, я не согласен, что сейчас задача ФРС — таргетировать долгосрочные ставки, если там сегодня посмотреть то же самое Wall Street Journal, они пишут, что доходность 30-летних ипотечных бумаг пустилась до 4,8, то есть это исторический минимум совершенно. Проблема в спросе на кредиты даже по таким низким ставкам. Не случайно предыдущая программа количественного смягчения, она была концентрирована преимущественно не на трежерис, не на казначейских облигациях США, а на ипотечных бумагах и бумагах, обеспеченных другими активами. В этот раз, судя по стенограмме, идет речь именно о масштабной программе по скупке казначейских облигаций США.